Спасти рядового Шухевича. Александр Зубченко на версии Ком. Конец октября богат на праздники, имеющие важнейшее значение для нашей национальной идентичности. Буквально вчера мы вместе с офисом президента и премьером, который по сущему недоразумению продолжает оставаться в должности, бурно отпраздновали день освобождения Украины антигитлеровской коалиции во главе с украинской повстанческой армией. Все вы, конечно, помните подробности героической операции по высадке союзников под Житомиром. Еще был снят чудесный фильм по этому поводу, называется «Спасти рядового Шухевича». События развивались на речке Тетерев, откуда американцы и англичане штурмовали укрепрайон немцев под названием «Линия Штайнмайера». Режиссеру Фрэнсису Каполе удалось передать атмосферу тех незабываемых дней. Украинцы буквально забрасывали цветами героев-освободителей, прибывших на танках Абрамс. Всем запомнилась сцена из фильма, когда лысый полковник американской армии в излучине Тетерева практически в одиночку сражался со сталинскими оккупантами. Хорошая новость. Ожидается выход новой, более политкорректной версии тех славных боев. На этот раз Шухевича будет играть темнокожий актер-трансгендер, а личный состав УПА будет состоять преимущественно из представителей ЛГБТ-прайда. Такая версия нашей истории представляется, на мой взгляд, более достоверной и, вне всякого сомнения, продолжит курс на полный разрыв с преступными нарративами кремлевской пропаганды. Их так называемая «победобесия», в кавычках, метко разоблаченная нашими выдающимися журналистками, обречено на полное забвение. Подрастает целое поколение, воспитанное на исконно национальных ценностях и правильном понимании обновленной версии истории. Скоро в обновленной версии Фейсбука под названием «Мета» не останется ни одного пользователя, который будет понимать всю подоплеку тех славных событий, свидетельствующих о нерушимом ментальном братстве английского и украинского народов. Кстати, новое лого Марка Цукерберга мне очень нравится. Два синих яйца полярного пеликана символично изображают газовую агрессию Путина. Они как бы звенят от холода и одновременно подчеркивают неизменную адженду Офиса Президента. Зима будет теплой. Поскольку полярные пеликаны крайне редки и занесены в список миротворца, то за основу ребрендинга были, скорее всего, взяты принадлежности самого основателя метавселенной. Очень, знаете ли, мило, совсем как новая программа Дианы Панченко на Ютубе. Не могу отказать себе в удовольствии прорекламировать абсолютно бесплатно новый выпуск шоу Дианы со сверхактуальной в отопительный период теме «Почему в Украине так много одиноких женщин». В качестве одиноких женщин приглашены Яна Клочкова, Татьяна Коряка, ведущий телеканала «Наш» Макс Назаров. Как видим, журналистка идет в ногу со временем и рассмотрела такие признаки одиночества и бисексуальности как за разом минимум в профессиональной деятельности Макса Назарова. Мы все это давно подозревали, особенно после инцидента с приступом «победобесия» в кавычках. Разрывается человек между телеканалами Мураева и Ахметова. А какой еще праздник, спросите вы, отмечает страна в конце октября? Конечно же, великий праздник – Хэллоуин. В этот раз он, праздник воскрешения мертвецов, совпадает сразу с несколькими знаменательными событиями. Во-первых, мы переводим стрелки часов на зимнее время, что позволит сформировать в стране суверенное европейское время, отличное от московского. В ночь с 31 на 1 ноября, когда во всех торговых центрах сознательная молодежь будет отмечать праздник зумби-апокалипсиса в соответствующих костюмах, в сутках будет целых 25 часов. Будет больше времени для того, чтобы осмыслить творческое наследие Фариум, Ницой, Сенцова и других выдающихся мыслителей нации. Во-вторых, с 1 ноября в столице вводится долгожданный локдаун. Миллионы жителей Киева с нетерпением ждут возможности предъявить свои антиковидные сертификаты в общественном транспорте. Диджитализация широко шагает по стране. Пенсионеры пытаются загрузить программу ДИА в свои кнопочные телефоны и постепенно вымирают. И, наконец, в третьих, с 1 ноября полностью прекращается импорт энергетического угля из страны-агрессора. Мы давно к этому готовы, поскольку мудрые руководители закупили миллионы тонн высококачественного, абсолютно дешевого угля прямо в Пенсильвании. Первая баржа уже прибыла в порт Одессы. В Штатах ее провожал весь состав украинского посольства в Вашингтоне во главе с Маркаровой, а также какой-то левый батюшка с нереально большим кадилом. Все боялись, что он спалит баржу. Ну, в общем, совсем. Но все закончилось очень хорошо. Одной американской баржи нам хватит надолго. Практически до конца отопительного сезона. И, наконец, еще одна новость. Бывший спикер Дмитрий Разумков с 1 ноября официально приступит к формированию собственной политической партии. Уже точно известно, что в полицовет этой силы войдет доктор Кашпировский. Некоторые СМИ ошибочно сообщили о докторе Комаровском. Но нет, это фейк. Комаровский, как и Гордон, пока не определился со своей ориентацией. Зато Кашпировский сразу дал свое согласие. Лечение Энуреза по Фейсбуку во время отопительного сезона по-прежнему является очень востребованной политической услугой. С праздниками вас, воины-освободители УПА! Александр Зубченко. Спасти рядового Шухевича. Тоже в кавычках.